Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Иронич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Умеренный рост заболевших. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Три года ожидания. Десятую школу ждали в эксплуатацию после капитального ремонта. Был цветок и нет цветка. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Далее расскажем обо всем подробно. Россия преодолела очередную психологическую отметку по количеству зараженных COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили почти 8800 заразившихся коронавирусом. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования выросло до 502 тысяч. За все время излечились более 260 тысяч человек. С начала распространения инфекции скончались 6532 россиянина. Наша страна занимает третье место в мире по количеству заразившихся и 13-е по числу летальных исходов. Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал статистику по смертности по коронавирусу в России необычной. Низкий показатель смертности в России сложно понять, исходя из того, что уровень у населенности и системы здравоохранения в целом схож с европейским. Возрастная картина в России также не сильно отличается от европейской, сказал Майкл Райан. Российские власти связывали относительно низкий уровень смертности с большим количеством тестирования населения. Это помогает выявить случаи заражения на начальных этапах и вовремя оказать медицинскую помощь. С начала пандемии в России провели более 13,5 миллионов тестов на коронавирус. По мнению представителя ВОЗ, это может быть одним из объяснений показателей. Хотя в других странах с тем же количеством тестов и уровнем здравоохранения смертей гораздо больше. В Нижегородской области 47% от общего числа заболевших выздоровели от коронавируса. За последние сутки зафиксированы еще 303 случая заражения COVID-19. Общее число зараженных достигло 13 341 человека. Около 4 600 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении. Болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. По числу выздоровевших и выписанных из больниц за сутки Нижегородская область находится на пятом месте среди российских регионов. От коронавируса скончалось еще два жителя области. Общее число летальных случаев достигло 152. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. Между тем с 12 июня в Нижегородской области отменяются QR-коды. Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ губернатора о введении режима повышенной готовности. Вообще меняем его акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требований юридическими лицами и организаторами мест пребывания. Чтобы именно там всегда подсказывали, что необходимо носить маску, что необходимо обеспечить социальное дистанцирование. Поэтому подписал указ, предполагающий отказ от цифровых подтверждений. Их не надо больше будет оформлять. Также дали полномочия муниципалитетам открывать парки, но при условии, что там можно контролировать соблюдение требований и правильное поведение людей на территориях. На таких же условиях смогут открыться музеи и библиотеки. Однако, по словам губернатора, полноценно перейти на второй этап снятия ограничений регион пока не готов. В Сарове счет новых случаев заражения за сутки пошел на десятки. 11 июня зафиксировано еще 23 больных. Количество заразившихся ковид-19 саровчан достигло отметки в 250 человек. 28 горожан проходят лечение в инфекционном отделении клинической больницы номер 50. У 18 из них болезнь протекает в средней тяжелой форме. 6 человек госпитализированы в клинике Нижнего Новгорода. У одного пациента из Приложского окружно-убийцинского центра диагностирована тяжелая форма болезни. Я бы даже сказала очень тяжелый. Вот для нас это серьезный сигнал. Правда, надо справедливости ради сказать, что это достаточно пожилой мужчина с очень тяжелой сопутствующей патологией, с заболеванием таким серьезным, перенесшим раннюю операцию достаточно серьезную. На фоне вот такого заболевания, его заболевание, уже заражение коронавирусной инфекцией, конечно, резко подрывает его здоровье. И оно может протекать более уже тяжело. За него мы очень опасаемся. Ирина Игнатьева отметила, что рост числа заболевших в Сарове умеренный. В процентном соотношении от общего количества населения переболело 0,2% жителей. Всего с начала пандемии в Сарове выздоровели 94 жителя города. Под наблюдением медиков остаются 194 человека. Перед длинными выходными главный санитарный врач Сарова призвала саровчан следовать требованиям безопасности при посещении общественных мест и соблюдать режим самоизоляции. С 23 июня по 6 июля на портале «Голос.За» пройдет голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году горожанам предлагают выбрать между обновлением зоны отдыха пруда Борового, бульвара в 15-м микрорайоне и детского парка на улице Сосина. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом, какой проект выберут они во время голосования. Более половины респондентов выскользались за благоустройство парка по улице Сосина. 30% участников считают, что нужно сделать удобную зону отдыха на пруду Боровом. Меньше всего голосов набрал бульвар в 15-м микрорайоне. Десятая школа сдана в эксплуатацию. Спустя месяцы после многочисленных переносов сроков и устранения неполадок здание полностью готово. Осталось лишь провести небольшую работу по благоустройству территории и навести порядок внутри школы. 1 сентября ее двери должны переступить 550 учеников, которые ждали этого события 3 года. События, которые вот так долго ждали. Подрядчик наконец полностью закончил ремонт школы номер 10 и передал ее в эксплуатацию. Сделать это должны были еще 15 августа прошлого года. Качество работы администрация жестко контролировала. Мы работали в этой связке с УКСом. Кураторы УКСа, руководство УКСа, заместитель главы администрации, глава администрации на этом объекте неоднократно были. Значит, поэтому мы придерживались проекта. Мы максимально требовали от подрядчика применения тех материалов, технологий, которые прописаны в проекте. В течение пяти лет подрядчик будет обязан устранить за свой счет любые обнаруженные дефекты и неполадки. Сейчас педагогический коллектив уже начал обживать обновленное здание. Конечно, и коллеги, и родители замечают колоссальную разницу между тем, что, в общем-то, когда школа функционировала до капитального ремонта и после капитального ремонта, она стала современнее намного, начиная с фасада, внутренних помещений, наполнения мебели, то есть техникой. Десятая школа теперь полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное, по ней могут передвигаться на инвалидной коляске. Есть специальный лифт для маломобильных групп, подъемной платформы, специальный вход с ведущим к нему широким пандусом. Отсутствуют плинтусы и другие барьеры. Также среди новшеств – система комплексного управления доступом в здание. Это видео-глазки различные для того, чтобы предотвратить именно какой-то террористический, скажем так, атаки, не атаки, но, в общем-то, предотвратить такой удар по школе, скажем так. Что новое еще? Ну и все полностью оборудование новое у нас приобретено, мебель. Учисля, конечно, с удовольствием, с поддержкой родителей все это собирает. Полностью обновился гардероб. У каждого ребенка теперь есть свое место под обувь. В спортивном зале заменили покрытие пола и сетки. Во всей школе сделали комфортное освещение. На входе установили интерактивную панель, где будут выкладывать расписание уроков и дополнительных занятий. На кухне заменили все коммуникации, мебель и технологическое оборудование. Кроме учебников и личных вещей педагогов, все остальное в школе новое. Появляется у нас кабинет для проектной деятельности. То есть он будет включать в себя как сменные выставки, экспозиции различные тематические, то есть действующие проекты наши. И там же будет проходить защита проектов и, в общем-то, будут создаваться проекты самые главные, то есть различные направленности. Химико-биологические, технологические, инженерные. То есть вот такой у нас кабинет появляется. Администрация школы хочет оборудовать здание как можно больше образовательных зон, где ученики смогут в ожидании уроков поиграть в шахматы или зайти в базу данных электронной библиотеки. Каждый класс внесет свою лепту в преобразование школьной среды. 1 сентября порог 10-й школы переступит 550 учеников. И сами дети, их родители, учителя с нетерпением ждут этого момента. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Минздрав предлагает ввести нормативы времени приема одного пациента у некоторых специалистов в амбулаторном звене. 23 минуты на посещение онколога, 26 минут на хирурга, 35 на прием уфтезиатра. При этом заполнение документации не должно отнимать больше 40% от времени приема. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Все выпускники школ 2020 года получат аттестаты без экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Нововведение касается как девятиклассников, так и одиннадцатиклассников. В колледже и техникуме абитуриентов зачислят на основании результатов, указанных в аттестате. А вот будущим студентам вузов нужно будет сдавать ЕГЭ. Нижегородцы могут познакомиться с отчеканиной историей Великой Победы. Банк России запустил виртуальную выставку памятных монет, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Саленградская битва, Курская дуга, освобождение Ленинграда. Память о войне сохраняют в том числе и мастера-медальера, создающие настоящие скульптурные произведения малых форм. Рассмотреть монеты и узнать о них больше можно на сайте Банка России. Ребята из юноармейских отрядов 5-й и 10-й школ стали участниками первой смены областного онлайн-лагеря «Юноармеец. Это звучит гордо». Мероприятия смены прошли на площадке сообщества «Патриот-52» ВКонтакте в рамках регионального проекта Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. По результатам смены ученица школы номер 5 и член российского отряда юноармейцев Мария Головина вошла в тройку самых активных лидеров. Декоративные кустарники во дворе многоэтажки пошли под нож сотрудников управляющей компании. Верхушки гортензии вместе с бутонами срезали во время работ по благоустройству. Жительница дома номер 33 по проспекту Музрукова обратилась в рубрику «Городской дозор» с жалобой на действия рабочих, так как на разведение полисадника на придомовой территории у нее есть специальное разрешение. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Десять лет яркие гортензии радовали своим цветением жители этого двора. Растения высадила и ухаживала за ними Алла Федоровна. Но этим летом цветам распуститься не суждено. Их повредили сотрудники центра ЖКХ. Видите, он порезает кустырь. Здесь сейчас идет зависть. Ее, все срезано. На благоустройство дворовой территории Алла Федоровна получила официальное разрешение в своей управляющей компании. На протяжении нескольких лет женщина высаживала цветы и деревья. Но каждый год растения срезают или повреждают. Каждый раз что-то такое обязательно проходит. Деревьем рубят вершины. Я спрашиваю, зачем. А чтобы кустом расти. Я говорю, ну это дерево, его нельзя травмировать. Понимаете? То есть они делают свои дела и совершенно не думают о том, что вот как-то, понимаете. И все это как-то прям ножом по сердцу. Мне очень больно. Алла Федоровна неоднократно просила в центре ЖКХ, чтобы сотрудники аккуратно косили траву. Но тщетно. Мы разговаривали с начальником ЖЭК, он сказал, что это вырастет. То есть это не первый раз, понимаете. Я не понимаю одного. Но есть эта вещь, что растение, но немножко душой-то как к нему проникнется. Но это же живое. Это, во-первых, потом человек посадил. Зачем так крушить? Мы позвонили в центр ЖКХ с вопросом, зачем они срубают растения. Нам ответили, что деревья и кусты никто не огородил. И их скосили, приняв за дикорастущие. Поэтому, если жильцы домов хотят сохранить свои посадки, им необходимо обнести их декоративным заборчиком. Дворец детского творчества приглашает саровчан принять участие в творческих онлайн-мероприятиях. Сейчас там стартовался российский конкурс «Большая перемена», акции «Русские рифмы», «России в фотографиях» и другие. Дети и их родители могут записать на видео и выложить в группу Дворца ВКонтакте свои песни, танцы, декламирования стихов, а также рисунки и фотографии. Подробная информация есть на сайте ДДТ. Ребята и родители, на удивление, они очень активно откликаются на различного рода такого мероприятия. И тем более, когда сейчас нет школы, где они, допустим, все время был некий конфликт интересов. Школа и кружок, допустим, выложить то же самое в виде выступления от школы или от кружка. Сейчас как бы такого конфликта нет, можно это сделать от Дворца. Для себя и на самом деле многие родители и дети, для них это такое творческое самовыражение. В чем заключается счастье любителей чтения? Молодежно-библиотечный информационный центр приглашает горожан принять участие в сетевой акции. Участниками творческого проекта могут стать пользователи социальной сети ВКонтакте в возрасте от 6 лет. Для этого нужно нарисовать черно-белую картину на тему «Счастье книголюба. Это» и выложить в социальной сети ВКонтакте. Подробности в следующем репортаже. Черной ручкой Матвей Мелешкин нарисовал целый пейзаж, реку, деревья и звезды. А эту картину в Молодежно-библиотечный информационный центр прислала из Казани Вероника Демьянова. На листе А4 простым карандашом девочка нарисовала гамак, на котором она отдыхает и читает любимую книгу. Эти рисунки приурочены к акции «Счастье книголюба. Это». Эту акцию мы проводим, естественно, для всех любителей книги. То есть, понятно, те, кто приходят на нашу страничку ВКонтакте, но поскольку страничка в библиотеке, эти люди, естественно, любят книгу, любят чтение. Поэтому мы захотели составить для себя портрет нашего пользователя, наших друзей и посмотреть, кто же действительно интересуется нашей работой. Участие в акции могут принять дети старше шести лет. Для этого необходимо нарисовать черно-белый рисунок, сфотографировать его и прислать в социальную сеть ВКонтакте. Мы решили сделать это максимально просто. Так, чтобы любой человек, тот, который не имеет дома красок под рукой, ну, чем угодно, черной ручкой, синей ручкой, карандашом мог это нарисовать. Или для того, чтобы просто экономить еще и время, потому что, ну, что-то такое простое в черно-белом варианте можно нарисовать где угодно, я не знаю, по дороге на работу. Акция «Счастье книголюба. Это» продлится до конца августа. По ее окончанию сотрудники библиотеки создадут видеоколлаж, в который соберут все работы участников. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...